Вообще с 1С происходят чудеса, я имею в виду с нашей выгрузкой. Все становится намного бодрее, веселее. Прям очень-очень рад всем изменениям по конфигурации. Еще раз напоминаю, не забывайте клиентам говорить про реал-тайм. И используйте новую конфигурацию. В большинстве, да в подавляющем большинстве вопросов она стабильнее, лучше, меньше потребляет как в 1С, так и на нашей стороне. Там все очень компактно и аккуратно. Денис Шаромов, руководитель технической поддержки. Добрый день, приветствую всех. Сегодня я вам хочу рассказать о том, как работает техподдержка немножко изнутри. Вот немножко оглянуться назад. Год 2010, за июнь месяц 2010 года было создано рекордное число обращений, чуть меньше 2000. А за первую неделю июня этого года было создано уже больше 2000 обращений. Если посмотреть на график, мы увидим, что за это время нагрузка увеличилась почти в 5 раз. Прекрасный ролик. Тут у меня был ролик. Что-то он на Маке не очень показывает. Это список тикетов. На самом деле он работает на Ubuntu, поэтому все его потуги, работать с Windows или с Mac, они на самом деле всегда заканчивались плохо. Я вообще не помню, чтобы он подготовился к презентации, к партнерке, у него все заработало. Но ты не расстраивайся, это я так, троллю тебя. Ладно, ролик мы пропустим. Я хочу сказать, что тикетов много и нам надо как-то наводить порядок в этом. Основной инструмент, который мы используем, это категории. Мы расширили функционал категории, который есть в модуле, сделали используя свойства, пользовательское свойство техподдержки. Свои категории, это внутренние категории, их не видят пользователи, мы их сами используем. Их больше 50, пользователь их не сможет сам выбирать. Они назначаются у нас внутри отдела сотрудниками. У нас сотрудники есть первого, второго уровня. На первом уровне назначаются категории тикету. Юра, не можем ехать дальше. Все, спасибо. На первом уровне определяется категория тикета. И решаются более простые проблемы, которых у нас большая часть. Более сложные проблемы передаются на второй уровень. Причем сейчас у нас, если тикету остается 2 часа до просрочки по СЛЭ, то переключение на второй уровень происходит автоматически. Однако это не мешает человеку передать уровень старшему специалисту, если он не может решить проблему. Он это делает сам. Категории помогают нам отслеживать текущую нагрузку. Мы смотрим статистику по ней, потому что в связи с каким-то релизом, с обновлениями, с презентациями нагрузка по той или иной категории будет больше. Меняя ответственных, мы распределяем таким образом нагрузку. Как мы общаемся с разработчиками сейчас? Если вспомнить опять 2010 год, тогда можно было просто по какому-то вопросу встать, подойти к программисту, постучать его по плечу, сказать, слушай, тут вот есть такая проблема, давай посмотрим. А сейчас что, вас не пускают к разработчику? Сейчас, если я подойду так к разработчику, он скажет, сейчас не до тебя, у меня релиз, поэтому основное общение идет. Я утрирую, конечно, но на самом деле вопросов очень много и просто физически нет возможности дергать разработчиков по каждому вопросу. Основной инструмент общения сегодня все-таки это система учета багтрекинга, мы используем Монтис, туда мы пишем все ошибки, все пожелания. То есть вообще основная задача техподдержки, они для нас как обратная связь, их задача проанализировать проблему, подтвердить эту проблему, они используют для этого нашу систему тикетов. Подтвердив проблему, они ее подтвержденную переносят в Монтис. А у тебя будет по критичности еще, да, слайд? Да, по критичности будет отдельно слайд. Здесь у меня видно на этом скриншоте, что мы добавляем тикеты из техподдержки в Монтис, и это используется затем для уведомления клиентов о каких-то изменениях в этом тикете. Если кто-то писал, видел это, знает эти уведомления. Вот по этой проблеме три тикета, да, я правильно вижу? Да, сейчас это не проблема, это было пожелание, проект фичи у нас пожелание, и было три тикета, да. Какие-то уточнения у нас идут здесь же в Монтисе, все, кто отвечает на тикеты, и разработчик, кто же задает вопросы, отвечают. Уведомления из Монтиса приходят в наш корпоративный мессенджер. Это позволяет нам не упустить важную информацию по всем нашим вопросам, и одновременно не отвлекаться на них моментально, как только они возникли. Ну, они про корпортал говорят, то есть разработчикам все идет в мессенджер, не отвертеться, что не видел. Разработчикам и техподдержке тоже. Если сотрудник техподдержки добавил какой-то тикет, связал тикет с Монтисом, то потом он будет получать себе в мессенджер уведомление о том, что он исправлен, что разработчик что-то уточнил у него, потому что разработчикам тоже что-то бывает непонятно. Требуется уточнение. Со своей стороны у нас Монтис интегрирован у программистов системой контроля версии. Мы используем Меркуриал, когда разработчик коммитит какое-то исправление, его номер попадает в Монтис, это видно здесь, превизия. И используя этот номер, мы можем посмотреть, какие правки были сделаны разработчикам. В ситуации, когда проблема исправлена, но обновление еще не собрано или оно тестируется, мы можем использовать эту информацию, чтобы дать ее клиентам, а мы стараемся это делать. А вот теперь критичность ошибок. Часто просят, сделайте это большой критичностью, это важно для меня. У нас запрещено внутренним регламентом сотруднику техподдержки субъективно выставлять критичность, мы используем для этого другие факторы. Основное это число повторных обращений по одной и той же проблеме. Если проблема важная, то по ней поступает несколько обращений, сразу и критичность автоматически в Монтисе повышается. Соответственно, разработчики используют это для того, чтобы обращать в первую очередь внимание на такие проблемы. Есть еще вариант повышения критичности, к счастью. Это случается очень редко, когда произошла авария. Это явная авария, не работает админка, не работает публичка или отвалился функционал модуля. Таких случаев, не знаю, может было парочка в альфа-версиях. Но факт в том, что это есть, и это дает возможность автоматически поднять критичность на максимальную, чтобы разработчик сразу же переключил свое внимание на нее и выпустил внеочередное обновление для исправления этой проблемы. Упрощенная схема. Тут схема очень упрощенная, как решаются тикеты. Такой алгоритм решения. Принцип очень простой, изначально идет. Мы сначала смотрим, известна или неизвестна проблема, которая нам поступила. Это может быть проблема, может быть пожелание. С учетом того, что у нас идет разделение внутри отдела ответственных по категориям, человек, специалист, который работает по этой категории, он знает, скорее всего, какие актуальные вопросы на сегодняшний день. И он может уже, зная это сам, отреагировать, либо использовать поиск в Монтисе, поиск по тикетам, чтобы узнать, была ли эта проблема ранее. Если решение есть, то мы его сразу даем. Если нет, то подбираем рекомендации, как эту проблему можно обойти. Далее, задачу, ошибку или пожелание, если он не знает, надо посмотреть, моделируется ли это локально. Если не моделируется, то уже берем доступ, смотрим это у клиента, смотрим правильность настроек, правильность конфигурации сервера, используя проверку сайта и так далее. Ну и самый сложный этап, это уже отладка. Это когда требуется уже вставлять какие-то изменения в код. Это самая сложная, дорогая операция для нас. В жизни, конечно, алгоритм гораздо сложнее. Там очень много нюансов. Самое главное в нашей работе – это не алгоритмы, это люди. В техподдержке работают люди. Мы работаем для людей. Мы осознаем важность своей работы, ответственность. Знаем, что по нашей работе судят о работе компании. А тебе надо было фамилии подписать. Они же всех по фамилиям должны знать, а не по фотографиям. Не надо визуализировать, да? Вообще, на самом деле, хочу сказать, что терпением они обладают иногда сказочным. Бывают такие клиенты, которые проходят техподдержку насквозь, проходят шаром его насквозь и приходят ко мне. Им никто больше не нужен, нужен я. Последний случай достучался. Мы ничего не меняли. Вообще, с этого начинается все. С этого начинаются все обсуждения критических проблем. Вообще, очень редко такие бывают, что доходят до меня. Но вот последний случай был прекрасный. Я сидел на Кубе, как раз на конференции 1С. Ему нужно было обязательно поговорить. Мы ничего не меняли. Сайт, стандартные компоненты. Вот они все помещены, все стандартные. Интеграция с 1С тоже стандартная. В итоге, ну, окей, говорю. Давай так. Если мы выделим людей, разберем твою проблему. Но если это не наши проблемы, мы тебе выставим счет. Если наши проблемы, ну, тогда наши проблемы, да, разберем. Окей, подтвердили. Мы с Юрой Волошиным сначала предварительно пообщались. Вместе с ним открыли зашаренный экран. Главная страница, больше тысячи запросов. Но все наше стандартное, да. Интеграция с 1С вообще никак не проходила. Сколько они там проанализировали? На 60 часов в общей сумме. Ни одна проблема не оказалась нашей. Интеграция с 1С была полностью переписана. Но она стандартная. И вот это самые тяжелые ситуации. Причем они сказали бы, да, мы переписали, но не можем понять, почему. Но вот это утверждение, что оно все стандартно, но не работает продукт. На самом деле, очень часто партнеры, конечно, занимают эту позицию. Тут я вам должен сказать отдельное спасибо. Без критики. Я понимаю, почему вы иногда так делаете. Уже не хочется исправлять. Все это битрикс, это стандартный компонент. Мы не трогали. Заплатили. Вообще, я вам не хочу сказать, это не стандартная ситуация. Иногда мы идем на такие эксперименты, чтобы понять, действительно ли бывают нюансы, когда мы что-то там накосячили. Но вот я уже не помню ситуацию, когда мы раскапывали прям. Обычно все, что в стандартной, ребята быстро подтверждают. Но когда необходимо выверить или найти несоответствие, вот это, конечно, самая тяжелая часть. И терпения, конечно, нужно много. Это, по-моему, вопрос онлайна. Игорь Капович, компания Лоха Баррис спрашивает. Можно ли сделать подписку на ваш мантис? Вы же… Не все, еще не все. Я бы вам не советовал читать комментарии, которые там пишут. Это вопрос. Вы же делаете пуш из мантисов в тикеты. Могу ли я дать свой урл, на который вы тоже будете делать такой же пуш? Я буду помечать свой тикет и дальше отрывать… Давайте лучше башор читать. Ну чего вы в самом деле? Там же много всего интересного. Перегрузим просто. Там очень много переписки, читать ее. Вопросы Денису. Я не вижу, кто? 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 Вы же хотели уйти и вдруг решили задать вопрос. Нет, я отговорился. Давайте здесь. Давайте. Вопрос на самом деле очень давно поднимался на всяких форумах. Я его еще раз подниму. У нас просто есть пример тикетов, где мы просто… Ну прямо вот можно процитировать примерно. Мы пишем просто вот у вас в такой-то строке такая-то ошибка. Это очень обидно. Ну, в этом и дело. Он поднимался очень давно. Ну, это по поводу как раз баллов для тех, кто вот пишет такие тикеты. Причем тикет получает такое сообщение, что все передано в отдел разработки, статус авария будет. И на следующий день приходит обновление, где эта проблема закрывается. И мы тем самым понимаем, что мы реально только что там… Многие партнеры даже не успели столкнуться с этой вещью. Пусть мы хоть какую-то узкую часть решили, но сделали вклад. И вот понимаем, что… Раздача слонов. Да. Денис. Ну вот на самом деле, мне кажется, пример не очень показательный, потому что, во-первых, не так часто у нас случаются аварии, что вот вы указали, вы первые… Нет, у них есть такой случай. Мы прямо показать можем. У нас порядка трех сообщений за все время. Это, конечно, немного. Но за счет партнеров, которых много, таких, как нас, много на самом деле. Да, может, мы вам фонд будем какой-нибудь выдавать? Баллов. Да, у нас… А вы его раздавать будете? Я объясню. Бизнес-модель внутри компании. Почему так происходит? Потому что… Это же приятно будет. Когда мы делаем обращение в техподдержку, техподдержки-то… Есть какое-то занятое время, пока нам ответят. А мне, с одной стороны, я хочу замотивировать разработчиков, чтобы они сами сначала попытались разобраться в проблеме, чтобы они хорошо знали продукт. Потому что, если они привыкнут вам все время писать, то они не будут обучаться. Как прекрасно это слышать. Вот. И поэтому я специально заставляю их сначала разбираться. И доходит до того, что мы в итоге тратим свое время, разбираемся, а вам уже пишем просто… Давай с фондом определимся. Пометь, давай на следующей неделе решим. Это будет мотивировать многих партнеров. Спасибо большое за вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Ну, из той же сферы, только немножко с другой стороны. Дело в том, что не так давно… Ну, как не так давно? Ну, где-то около месяца назад мы разрабатывали мобильную версию сайта. И в стандартном компоненте битрикса, в стандартном, была допущена, ну, видимо, разработчиками, была допущена чисто логическая ошибка в PHP. Я об этом написал в техподдержку. Опять же, повторюсь, это было около месяца назад, может быть. И там буквально в условии… Ну, неверное условие составлено. Ну, бывает, бывает, да. Нет, до сих пор мне ни ответа, ни привета. То есть, опять же, было отправлено… СЛА партнерский? Да, партнерский. В смысле, техподдержка не ответила до сих пор за полтора месяца? Прямо вот возьмите номер тикета и пройдите с ним на обеде. К сожалению, здесь нет ни Wi-Fi. Или, если я правильно понял, передали в разработку, но не был исправлен. Да, и до сих пор не исправлено, а это стандартный компонент. То есть, ни ответа ни привета. Посмотрим. Спасибо. Я могу найти тикет, просто у меня… Несколько вопросиков еще, прошу. Там вот я видел, сзади был вопрос. А, давайте. Наталья, здравствуйте. Миша, вот там вопрос. Насколько я понимаю, критичность, которую выставляет партнер при обращении, она не влияет на критичность, которую выставляет сотрудник техподдержки. Да, это верно. А на что вообще влияет критичность, которую выставляет партнер? И как-то она регулирует… Ну, то есть, вы сами как-то регулируете. Как вообще вот мне, например, определить, какую мне выставить критичность? То есть, я сейчас выставляю в зависимости от того, насколько это критично для клиента. Я это правильно делаю или мне нужно как-то скорректировать свое поведение? Ну, вы, по сути, мы вас не можем научить, как вам выставлять критичность. Наверное, вы выставляете ее на свое усмотрение для того, чтобы как-то привлечь наше внимание. Кто-то делает это так, кто-то пишет в названии тикета срочно. Но мы, соответственно, обращаем внимание на эту проблему и смотрим, если там что-то упало, свалилось, то, соответственно, пытаемся моментально отреагировать. Если нет, то по мере возможности. Ну, я еще раз хочу обратить внимание всех на SLA, регламент. Когда создаете тикет, не забывайте, что вы должны либо под партнерским, либо под клиентским аккаунтом создавать. Тогда ребята видят, что это коммерческая поддержка, у них срабатывает другой регламент. И опять ты немножко упустил еще момент. У поддержки работает система премирования, которая основана на проценте просроченных. Он не должен быть больше скольки? Нет, там у нас не совсем так. У нас идет не на проценте, а на числе просроченных и на числе решенных проблем. А удовлетворенность? Удовлетворенность не меньше 90%. Да, было побольше. Когда этому успели? Это KPI, а на самом деле она у нас идет сейчас с около 92%. Окей. Вопрос. Сергей, на одной из партнерских конференций, а именно в прошлом году, летом, вы активно говорили о том, что ребята, вперед, давайте делать аудит. Мы готовы вам в этом помочь. Прошел год. Аудит производительности? Производительности? Аудит проектов, которые мы, например, поддерживаем. И один из битрикс готов сделать за 10 тысяч рублей аудит. Аудит производительности, да, я понял. Аудит производительности. Да, да, да. И так далее. Соответственно, прошел год. На зимней партнерской конференции, Денис, мы с тобой разговаривали о том, что у нас есть проект, номер тикета я, соответственно, выдавал. Но прошел год не аудита и постоянная переписка о том, что… Не понял, вы оплатили 10 тысяч и не сделали аудит? Совершенно верно. Прошел год. Как так может быть? Соответственно, постоянная переписка о том, что, сори, у нас этот дядя занят, передаем другому. Быть не может такого. Соответственно, ничем не закончилось. Поэтому, на самом деле, очень… Я подойду после доклада, обязательно запишу и обращение, и номер, подниму этот проект и к концу вечера дам вам ответ. Вообще, конечно, так быть не должно. Спасибо. С аудитом по производительности мы перерекламировали, если честно, их больше, чем мы, наверное, можем сделать. И есть такая внутренняя какая-то мысль или намеренность. Намерение, может быть, поотдавать это партнерам. Может быть, кто-нибудь готов делать аудит в подобных вещах. Потому что, на самом деле, ошибки бывают банальные. Ошибки связаны с оптимизацией. Очень часто за несколько часов можно сделать. Но хочется, чтобы партнеры как-то входили в коммуникацию с этим клиентом и дальше продолжали с ним сотрудничество. Если кто-то в целом готов, подойдите, может, сегодня-завтра. Может, завтра я буду меньше загружен. И пообсуждаем, послушать ваше мнение, вообще готовы вы или нет. Давайте еще один-два вопроса. Здравствуйте. Алексей Новиков. Я сам несколько раз возглавлял службу поддержки в разных компаниях. Поэтому прекрасно понимаю, что когда клиент кричит срочно, это совсем не значит для программиста, что это срочно. Приоритеты разные. Но сейчас я сознательно в большинстве своих обращений ставлю пониженный приоритет. Потому что прекрасно понимаю ваши задачи и проблемы. Но у меня предложение. Почему бы не добавить вам, скажем, в формулу определения вашего приоритета. Скажем, такой момент. Если 90% обращений от партнера поступают, например, с пониженным приоритетом, но там 10% или 5% все-таки, который для партнер ставит средний или повышенный приоритет, все-таки повышать ваш приоритет внутренний, то есть обращать внимание на потребности клиента. То есть это мотивирует просто партнера… Примировать за пониженный приоритет. Да, да, да. И вот действительно обрабатывать тот маленький процент, установить его в 10, в 5, не знаю, процентов повышенных, действительно к ним… В общем, надо примировать за адекватность, за поддержку и за понимание нас. Конечно, хочется очень поддержать таких партнеров, но где-то есть опасения злоупотребления этого. Вами. Нами. Можно вопрос по отраслевым решениям? У нас была проблема с сайтом медицинской организации, там есть модуль регистратура. Каким образом происходит присвоение критичности к таким вот нашим тикетам? Потому что тикетов было очень много, были дубли в записи и на решение проблемы ушло не менее 4 месяцев по нашим подсчетам. А это не мы поддерживаем же, да? Да. Это мы принимаем тикет, обрабатываем, а обрабатывает наш партнер. Да, мы определяем, если это ошибка… По решениям не всегда мы поддерживаем продукты. Давайте мы отдельно разберемся, там есть замечания по этим решениям, то есть по скорости решения обращений. Хотелось бы их побыстрее решать. Согласен. Все? Поотвечали? Анечка, прошу объявления на то, как мы будем прекрасно обедать.